Представьте на минуту, что вы астроном из начала 19 века. Вот вы наблюдаете Луну в свой 6-сантиметровый телескоп и видите вот такую структуру. Что это по-вашему такое? Ну, конечно же, нет никаких сомнений в том, что это город лунных человечков. Не, я серьезно, на дворе 19 век, до критического мышления в науке еще очень далеко, и практически все, что астрономы видят в свои телескопы, считается обитаемым. А если условия на наблюдаемом объекте явно непригодны для земной жизни, значит жизнь там имеет какие-то другие формы. То, что жизни там может не быть вообще, не предполагалось. Таким образом, лунные кратеры это города селенитов, несуществующие каналы на Марсе это система водоснабжения марсиан. Да что уж там, даже на Солнце предполагалась жизнь. Конечно, не все астрономы того времени обладали такой бурной фантазией, но всем известные Кеплер, Георджель, Гассенди, Шриотер, Баде считали Луну космическим домом наших соседей, живущих в гигантских городах. И о самом известном таком городе мы сегодня и поговорим. Видео создано при поддержке магазина оптических приборов «Звездочок». Летом 1822 года немецкий врач и астроном Франц фон Грюйдуйзен обнаружил в центральной области Луны структуру, состоящую из радиальных полос, располагавшихся под углом 45 градусов и пересеченных пятью параллельно идущими полосами. Он воспринял эту структуру как город, окруженный толстыми крепостными стенами, и сделал зарисовку, из которой, правда, ничего не понятно. Что, вы не увидели тут город? Ну, я вообще-то тоже, но к этому мы еще вернемся. Грюйдуйзен написал в своем открытии целых две статьи в немецкие астрономические журналы и отправился в тур по городам, показывая всем и каждому свой город, постепенно набирая сторонников, в том числе и среди ученых. Это открытие стало настоящей сенсацией и породило целую волну ненаучных исследований жизни на Луне. Доходило даже до идеи связаться с селенитами путем построения огромных геометрических фигур на Земле. Но среди прочих нашлись и сторонники естественного происхождения этих структур, объясняющие все это игрой света и тени на лунных скалах. Чувствуете? Здравым смыслом запахло. Так, например, немецкий астроном Иоганн Медлер выступил с жесткой критикой теории лунного города и схематически показал пример такой игры светотени на многочисленных лунных скалах, вытягивающихся в подобной цепочке. Но людям нравится быть обманутыми, и куда интереснее верить в загадочный лунный город, чем принять тот факт, что это просто свет так падает на скалы. И тем не менее, сторонники рукотворного происхождения этих структур есть и сегодня. Хотя сегодня у нас есть и сторонники теории плоской Земли. Ладно, давайте разбираться. Вышеупомянутые структуры расположены чуть севернее центра видимой стороны Луны, между кратерами Эратосфен и Шрётор на окраине залива Зноя. Город находится в скалистой местности, и тот самый световой рисунок лучше всего виден, когда вблизи находится лунный терминатор, то есть граница дневной и ночной стороны. Выглядит это как перевернутая елка с кратером на вершине и радиальными валами, исходящими от него к северу, пересеченными несколькими параллельными рядами других валов. Протяженность этой структуры около 40 километров. По рукотворной версии, эти радиальные валы представляют собой что-то типа крепостной стены или укреплений. Пересекающие их линии это улицы, а основание всей этой системы мы видим постройку, названную цитаделью города. Звучит весьма странно, но световой рисунок действительно интересный. И чтобы разобраться в этом, давайте посмотрим на эти структуры при другом освещении, когда лунный терминатор уже сместился подальше. Посмотрим на одну из моих лунных панорам. Приближаем, и мы видим холмы и несколько мелких кратеров. Это снято на 200-миллиметровый телескоп системы Ньютона, но давайте посмотрим на снимки с более мощного телескопа. Например, с полметрового Ньютона-астрофотографа с ником Криптоник на нашем астрофоруме. Опять холмы и мелкие кратеры. Все еще никаких рукотворных построек. Можно привести еще и снимки орбитальных аппаратов, в том числе ЛРО, который обснимал Луну вдоль и поперек в огромном разрешении. Но у конспирологов эти снимки котироваться не будут, ведь ЛРО фиксировал места высадки астронавтов миссии Аполлон. А это заведомо фейк, ведь никто на Луну не летал. Да и особой необходимости в снимках ЛРО у нас нет. Даже на первом примере с 200-миллиметровым телескопом видно, что никаких рукотворных построек там нет. И то, что видел Груй Тузен, свой 60-миллиметровый телескоп, явилось лишь плотом его воображения. Когда мы видим что-то незнакомое или непонятное, наш мозг сам собой подбирает нам знакомые образы. И игра светотени этому всегда способствует. Аналогичным, но куда более криповым примером может послужить знаменитое лицо на Марсе, снятое аппаратом Викинг-1 и наделавшее много шума в свое время. Однако, если посмотреть на эту структуру под другим освещением и в лучшем качестве, то опять холмик. Да и если учесть масштабы Луного рельефа, то получается, что стены этого города должны быть несколько километров толщиной, а сами здания должны выглядеть как многокилометровые блоки. Как-то это непрактично. В итоге мы имеем очередную померещившуюся дичь, дико распиаренную самим первооткрывателем. Все по классике и из той же категории, что и каналы на Марсе. Да и вообще, игра светотени на Луне дает нам немало интересных образов. Взять, например, Уступ прямая стена или те же Лунар-Х или Лунар-В. Но при изучении истории этого в кавычках открытия меня мучил один вопрос. Каким образом Грюй Тузен в свой 6-сантиметровый телескоп смог разглядеть в этих структурах рукотворные постройки, если я в свой 20-сантиметровый телескоп их и близко не вижу? У меня же, по идее, все должно быть четче и детальнее. Ответ на этот вопрос я нашел, листая ветку нашего отечественного астрофорума, посвященную этой тематике. Там люди без конспирологического подтекста фотографируют эту структуру или делятся ее зарисовками, отдавая тем самым некую дань уважения первым робким попыткам поиска внеземной жизни. Так вот, если мы возьмем фотографию, полученную на достаточно мощный телескоп, то тут все видно и понятно. Но если взять смазанную или полученную на небольшой телескоп фотографию, то более мутный образ этих деталей действительно выглядит как что-то необычное. Ну, а остальную работу сделает за вас мозг, и бурная фантазия. Что-то подобное наверняка увидел и сам Груйтузен, а перепроверять открытия, прежде чем громогласно о них заявлять, тогда еще было не обязательно. По итогу мне хотелось бы сказать, что этим видео я не стремился разоблачать какие-то мифы про Луну, тем более, что этим мифам уже почти 200 лет. Я хотел рассказать вам о необычной детали на поверхности Луны и интересной истории ее открытия. Ну и теперь, может быть, вы и сами ее пронаблюдаете. Не забываем про лайки и поддерживающие комментарии. Помогаем вывести ролик вверх в рекомендациях Ютуба. Ну, а у меня на сегодня все. Не ищите того, чего на самом деле нет. Пока.